Эй, покемастеры! Ну что, уже успели прибрать в дальний угол свои покебольчики после покемон Brilliant Diamond and Shining Pearl? Не расстраивайтесь, туда, куда мы с вами направляемся, нас научат их делать самим. Что? Покедекс не можете найти? Забудьте про него, возьмите лучше собой тетрадочку потолще, ведь покедекс, в том виде в котором мы его знаем, еще даже не изобрели. Да, вы правильно догадались, наконец-то состоялся релиз долгожданной Pokemon Legend Arceus. Наконец-то Game Freak, Arceus на этой серии, отошли от канонов как можно дальше и постарались нам дать что-то, если скажу совершенно новое, слукавлю конечно, но как минимум заметно отличающуюся от кучи игр предшественников. Итак, не будем тянуть Пикачу за хвост, как повелось в игроканале всех обзорах, начну с сюжета. Да-да, сюжет во всех играх про покемонов никогда не отличался чем-то, никогда не отличался ничем, в общем-то. Хотя в случае с Arceus все-таки есть парочка интересных моментов. Во-первых, наш главный герой, условно говоря наш с вами современник, попадает по какой-то странной причине в прошлое. Во времена, когда профессора покемонов только появились и знали о них практически ничего. Во времена, когда даже покебол вот только-только изобрели и многие в принципе не умели им пользоваться. Во времена, когда регион сильно еще был Гесуи, во времена, когда сами-то покемошки считались злобными и опасными тварями и даже команда галактика здесь не злые, они единственные пытаются изучать покемонов. Возможно в будущем, через часов 30 игры они дадут нам знать о себе, но к сожалению, я до этого момента еще не дошел. Ну простите, виноват, но к сожалению, сроки по обзору горят, та любая игра серии никогда не проходилась быстро. Как вы туда попали, ну в прошлое, неизвестно. Вы дословно упали с небес, и на этом пока все. Правда, хоть жители деревни, где и будет стартовой сюжет, немного удивлены вам, но особо как-то всем пофиг, как пофиг и главному герою. Он тут же, как ни в чем не бывало, начинает помогать профессору, не профессору, поймать сбежавших трех покемонов. Поймав их, оказывается, что провернуть такой трюк, поймать аж целых трех покемонов, удается далеко не каждому. И он сразу же тащит вас к большой шишке из команды галактика, которая здесь видимо рулит совершенно всем. Этот, вернее эта шишка, после прохождения небольшого испытания, записывает нас в некие оперативники. Видите ли, раз мы такие крутые, что можно понимать сразу трех покемонов, то вот вам покедекс, вот вам покеболы, иди заполняй его полностью и не возвращайся, понял? Понял, вали. Ну и ладно, о сюжете давайте закончим на этом. Да, он звезд с неба не хватает, но вполне себе любопытен, особенно для фанатов серии. Как только мы выберем одного из трех покемонов и закончим обучение, которое, к слову, наверное, одно из самых длинных во всей франшизе, и может быть даже не только в ней. Нет, ну реально, часа полтора-два нас валят за ручку и заставляют участвовать в тонных диалогах, и в какой-то момент это прям начинает немножечко раздражать. Но благо все это заканчивается, и нас выпускают в открытый мир. Ну, условно открытый. Несколько больших локаций с так называемым хабом. Начну блок геймплея, я пожалуй, с того, чего сам терпеть не могу в играх. Крафт. В Арсиас он занял одну из таких главенствующих позиций. Как вы понимаете, мы находимся в давным-давно, в далеком-далеком прошлом. Никаких покет-центров, где бы о ваших питомцах позаботились, не существует. Вам нужно будет все лакомство для них готовить самому. Также никто вам в бесконечном количестве не продаст покеболы, их тоже придется делать самим. Это мы вас учим в самом начале игры, в том самом злополучном обучении. Хотя, знаете, в этом есть свои плюсы. Раньше, если у тебя кончились покеболы, кончились хилки, а сами покемоны еле-еле стоят на ногах, тут хочешь-не хочешь, идешь в город, ищешь покет-центры. А сейчас, если есть ингредиенты, взял да сварганил себе все, что нужно. Для этого лишь нужно вернуться в свой лагерь к так называемому верстаку. А если ты там еще поспал и отдохнул, так вообще красота. Хотя, крафт я все равно не люблю. Что касается Покедекса, говоря в начале ролика про тетрадку, я не шутил. Покедекса, как такового, в том времени, в какое мы попали, не существует. И вот только-только пытается составить. Все записи для нас сделал профессор. Но так как этот профессор сам толком ничего о карманах-монстрах не знает, да и ловить особо, как и все остальные, в этом мире он их не умеет. Записи этих там раз-два и обчелся. Заполнить его нам в очередной раз придется самим, но вот только в отличие от прошлых игр, где для заполнения Покедекса нам просто-напросто нужно было встретить покемона, ну или поймать на худой конец. Сейчас нам нужно будет его и поймать, и выполнить ряд доп. условий. Например, поймать 10 представителей вида и при этом, чтобы 5 было мальчиков, а 5 девочек. Или, к примеру, в обязательном порядке довести покемона до эволюции и так далее и тому подобное. Только выполнить все эти задания, мы сможем описать покемошку полностью. И вроде бы, ну что за скукота, скажете вы. Ловить одного и того же покемона тысячу раз и сразу видно, серии вы не знакомы. Ведь всегда, раньше, хочешь ты или нет, а приходилось постоянно сходиться в бою в тысячный раз с покемоном, от которого тебя уже тошнит. А ведь сейчас у тебя хотя бы есть выбор, потому что покемонов видно издалека. Не хотите драться, их можно обижать и все. А раньше ведь был рандом. Да, уже Сворд энд Чилд была схожая механика, но тем не менее. В РСС у вас есть хотя бы какая-то цель для всей этой кучи бесконечных битв. И да боже, как это прекрасно, что видно всех покемонов. Я еще в Сворде радовался подобному, а потом на несколько десятков часов залив в Шайнин энд Пёрл и хе-хе-хе. Ай, как же меня бесила эта механика рандомного битв с дикими покемонами, от которых порой можно было отмахнуться репеллентом, но он же стоил денежек и быстро кончался. А эти десятки тренеров на один квадратный метр, которые по какой-то причине во что бы то не стала хотеть с вами подраться. Ох, как же кайфово после всего этого просто бегать в РСС. Просто смотреть на этих покемошек, развязчившихся в травке, которые не будут выпрыгивать из нее рандомно. И мало того, совсем наоборот. Чаще всего именно вы в этой траве будете подкрадываться к покемошкам сзади. Вот, к примеру, нашли вы нужную цель. Подкрались, кинули в противоположную сторону ягодку. Пока покемошка пошло ее кушать, вы бац и кидаете ему в спину покебол. Да, подло, зато без всяких битв можно взять и поймать зверушку. Хотя есть прям изначально агрессивные ребята, которых так просто не возьмешь. Впрочем, их видно издалека. Над ними говорит такой специальный значок. Вот они могут и вам даже валить. Не зря в самом начале игры нас обучают уворотом. Еще одно невероятно здоровское изменение заключается в том, что когда дело доходит до боя, нет кучи однотипных загрузок. Ну, знаете, когда ты в тысячный раз дощелкиваешь наконец-то до драки, уже драться-то не хочется, а хочется просто взять и выключить консоль. Сейчас же все иначе. Увидел врага, кидаешь покебол. И если покемон не ловится, сразу начинается бой. Вы вызываете нужного вам монстрика и все. Реально все. И мало того, в это время вы сами можете бегать вокруг места боя. Вы больше не привязаны к какой-то одной конкретной точке. Вас даже в гуще битвы может зацепить ударной волной. Да, бои все еще пошаговые. Сначала сходите вы, потом противник. Ну, от этого уже мы точно никуда не уйдем. Кто хочет другого чего-то, милости прошу в мобильный гейминг. Там и Гоуд, и Юнайт есть. Зато, если рядышком стоят несколько враждебных покемонов, нападут они все сразу. И победить их несколько, при том, что у вас на поле боя всего один, ну, довольно непросто, знаете ли. Иногда будут встречаться и боссы. Такие некие огромные мощные покемоны. Яркие представители своего вида. Но по факту бои хоть и будут чуть сложнее, чем с рядовыми противниками. Останутся примерно такие же. Ну, разве что именно вы, ну, ваш персонаж, будет принимать в них непосредственно участие. Очень, прям, очень радует отсутствие кучи непонятных тренеров, жаждущих с вами битвы. Как же они раздражали раньше, ведь от них даже если ему в лицо спреи выпшикать, ничего не поможет. Драться все равно придется. И хоть я про это уже говорил ранее, но тем не менее, не могу не отметить это еще разочек. Впрочем, объясняется это все очень просто. Их, этих тренеров просто нет. Люди еще боятся покемонов и не ловят их, не тренируют. Только единицы этим занимаются. Собственно, по этой же причине и нет больших арен, и нет этих пресловутых значков. Покемонов, путешествующих с вами, как и раньше, за раз может быть только шестерых. Хотя, профессор, не профессор точно вам не ответит на этот вопрос. Он попросту не знает, ведь никто никогда до этого столько за раз не ловил. Но, так или иначе, лишние покемоны у вас все-таки будут. А так как покет-центров, как я уже говорил ранее, нет, лишних своих дружочков вы отправляете на ферму в стартовую деревню, где они живут и радуются жизни в ожидании, пока вы их призовете. Из приятных нюансов, касаемых прокачки, хочется отметить тот факт, что новые скиллы, которые изучают покемоны, не замещают старые. Вернее, нет, не так. Да, за раз покемошка все еще может знать только 4 умения, но остальные не пропадают. Вы можете вернуть их и поменять в любой момент. И да, раз у нас все-таки условно открытый мир, локации стали довольно большими. Следовательно, появились и ездовые покемоны вместо опостылевшего всем велосипеда. Да, мы даже в Шайдинг Перл могли по воде перемещаться на покемоне, но это совершенно не то же самое. Еще одна приятность заключается в том, что раньше зачастую начинаешь драться ты тем покемоном, который стоит у тебя в первую по списку. И как же это раздражало порой. Надо было либо перед боем менять очередность, что довольно запарно, либо в самом начале боя менять покемона на другого, что влечало тебя автоматически право ударить первым. А сейчас, сейчас ты сам заранее выбираешь нужного тебе покемонстрика и швыряешь во врага. Ну и в завершении пару слов о кастомизации. Да, она все еще скудненькая. Вначале вы выбираете одного из нескольких болванчиков, и для начала все. Чуть позже появятся у вас новые шмотки, новые варианты прически и прочее, но чего-то этакого не ждите. Стоп-стоп-стоп-стоп, совсем забыл сказать. Когда наш герой проваливается из настоящего в прошлое, у него в руках был смартфон, и он слегка видоизменяющийся остался при нем. Собственно, он не заменяет нам весь тот функционал, который был в покедексе до того, как он стал бумажным. Ну вот, к примеру, карта. Теперь мы смотрим ее именно на экране своего смартфона. Ну, не своего-своего, а смартфона главного героя, я имел в виду. А, ну и еще есть вид от первого лица. И, честно говоря, в мане приложили к их он цели, но ладно, окей, пусть будет. Увы, из-за того, что поиграть много мне не удалось, не совсем ясно, есть ли здесь и как осуществляется онлайн-составляющая. Друзья, если вы успели наиграть много часов, расскажите об этом в комментах. Интересно будет почитать. Из того, что раздражает, это вновь отсутствие русского языка. Да, сюжет в целом будет понятен и так, но количество текста выросло. По крайней мере, в начале довольно много диалогов, и все-таки хочется уже увидеть наш, родной, великий и могучий. Но в очередной раз, увы и ах. Малость раздражает еще и то, что все персонажи это просто кивающие головы с изредка меняющимися лицевыми анимациями. Хотя, я повторюсь, количество разговоров увеличивается, и хочется, чтобы хотя бы центральные квестовые кассцены, если их можно так назвать, конечно, были озвучены. Пусть даже на одном японском, пофиг, это все равно бы прибавило живости игре. Но, к сожалению, и тут, увы и ах. Многие еще сильно ругают ее за графон, сравнивая с Breath of the Wild. Но, да, Зельда очень красивая игра. Ну и к Арсиасу, у меня нет особо претензий. Может быть, сказывается тот факт, что я перешел в нее из Шайнинг Перл. И в сравнении с ней, новинка выглядит очень даже. Но, тут каждый решает для себя сам. Ну и да, ценник, конечно, как всегда, не радует. Но, а где он сейчас радует, кроме Стима? Но, к сожалению, даже там он тоже растет потихоньку. Поиграв в Покемон Ледженд Арсиас, теперь еще с большим энтузиазмом буду ждать следующую часть серии. Геймфрик в этот раз сделала чуть больше, чем за все эти годы, и надеюсь, в дальнейшем будет меньше бояться экспериментировать и улучшать всеми нами любимых покемошек. А у меня на сегодня все. Пишите в комменты, как вам новая часть серии. Пишите, с удовольствием с вами пообщаюсь. Большое спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться и ставить лайки. И, как всегда, до новых встреч в новых кроликах. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok